Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть это все такое, знаешь, маленькое счастье. А народ-то счастлив? Да, вот это, понимаешь, такое маленькое счастье, что для, я спрашиваю у людей, они говорят, ну, наконец-то, что-то, то есть было, ты представляешь, когда полностью обновлена техника, новый скот, это же, новые корма они стали делать, что кукурузу будут, значит, врачи для того, чтобы кормить нормально этих коров, чтобы они давали больше, они сейчас дают молоко, но они считают, что потенциал очень большой, то есть надо просто кормить хорошо, и будет тебе молоко, и будет тебе все, все как надо. Вот ему страшный интерес, он начал проект всего год назад, и он, он просто, у него нет, у него есть какой-то технический китайский персонал, есть этот несчастный американец, все остальные рабочие, это, конечно, наши люди. Даша, а тебе удалось с ним, с ним вот лично пообщаться? Конечно, ясно. Скажи, пожалуйста, а почему он выбрал эти два заброшенных села, он как, просто ткнул пальцами, я не знаю, или какие-то связи там? Во-первых, они все восторгаются Путиным, вообще-то, Путин, Путин, Путин. Поэтому у них, во-первых, у них доверие к тому, что Путин говорит, нам нужны инвестиции китайские, он немного раз повторял, что это вызывает, значит, доверие у китайских инвесторов, ну, вот я хочу попробовать, мне интересно. Он говорит, вы не представляете, сколько в Китае людей с деньгами, которые готовы вложиться в Россию, но мы не уверены в вас, мы не знаем ваших законов, и у нас нет гарантии стабильности для бизнеса. Это правда. То есть, как бы, проблема в том, что у вас постоянно меняются законы. Сегодня нет законов, завтра другой, завтра третий. А в Китае так не привыкли, там привыкли знать, что ты идешь на верный заработок. Ну, вот он такой вот, он рискнул, ему интересно. И сколько он сейчас вот занимается? Всего год, вот за год он привез сколько дорогущей техники со всего мира, коров там уже, и я думаю, что дело у него пойдет. Даша, вот ты рассказала сейчас о китайском предпринимателе, который... Рискнул, да. Да, рискнул вложиться. Скажи, пожалуйста, но отпугивает ли только то, что у нас не очень четкие законы, или все-таки то, что это территория без света, без дороги, без инфраструктуры? Ну, абсолютно, да, полная инфраструктура, нет инфраструктуры никакой. Ну, представь себе, что за столько лет не смогли построить дорогу от Владивостока до порта Находка. А порт Находка, что такое порт без дороги, я не очень понимаю. То есть есть дорога до Уссурийска, дальше пошли Ухаба, до Хабаровска дорогу они построили. Казалось бы, вот они, главные города должны быть соединены. Не до сих пор дорог. Порт Находка вообще идет, что называется, ко дну, потому что там страшная ситуация. Там, значит, это фактически угольный порт. И это в 21 веке уголь грузят открытым способом. То есть это когда весь город черный, то есть, понимаешь, там люди бегут. За последние 5 лет уехало там, если не ошибаюсь, 21 тысяча человек официально уехало из города, потому что детей жалко. Выросло в 7 раз количество заболеваний, значит, легочных путей, то есть легких, бронхиальные астмы, аллергии. Жить там невозможно. Это при том, что когда ты приезжаешь с этим же углем в Японию, где вот они привозят, там сделано все так, что ни пылинки не попадает. Рядом белоснежный порт, рядом белоснежный огромный пляж, где водится, значит, рыбка, и все такое, люди купаются. Где нет этой дикости, когда грузят уголь открытым способом, понимаешь? Мы просто сами выталкиваем людей из Дальнего Востока, кто останется жить на охотке при таких... Я не знаю, только старички уже, умирая из последних сил, будут дышать, там нечем. И более того, находка, какой же из нее перспективный порт, если нет элементарно дороги, не проведены дороги туда, понимаешь? А им нужны. Все ходит старенькое. Вот как ходил там, не знаю, поезд Владивосток-Совгавань, так вот он, как ходил он в мое время детства, вот так он ходит сейчас, у него одно время отправления, одно время прибытия. И те же самые вагоны, которые ездили в моем детстве. А что, о чем говорить, если Китай, например, только в прошлом году закончил дорогу Пекину-Румчи, это 3500 километров чистого автобана. То есть, понимаешь, только 3500 километров. Если, значит, сейчас строят в городе Пандин, строят огромный контейнерный терминал, из этого города Пандин начнется Великий Шелковый, новый Великий Шелковый путь. Там огромный гигантский терминал, который будет загружаться, и дальше он идет до Забайкальска, он будет идти до Забайкальска и дальше идти в Европу. Поэтому он отрезает полностью наш Дальний Восток, и мы просто останемся на бабах, потому что Забайкальскому еще более-менее интересен, потому что это стык Монголии, Китая и России. Это вот то место, где можно. А весь Дальний Восток останется в стороне торговых путей. И с чем мы сядем там? Ни людей, ни товаров, ни перевозок. Что мы там будем делать? Подожди, а почему не воспользовались теми, ну, скажем так, глобальными проектами, которые уже воплощены? Ну, тот же самый БАМ, мы же помним, всесоюзная стройка. Да, блин, все детство, да. А тот же самый Транссиб, пожалуйста. Ну, казалось бы, ну вот, воплощенный, да, может быть, не того уровня, но чуть-чуть подтяни, и вот тебе будет уже совсем другое дело. А мне чуть-чуть надо подтягивать. Все рано или поздно придется пропускнуть способность железной дороги, потому что она уже просто на пределе. Это раз. А БАМ достраивает развязки, надо его доводить до ума. Было раньше день не просто бросить БАМа, довезти как бы боковые ветки во все маленькие городки, чтобы все было связано. Но это вы же не доделали. И поэтому вот они, дороги. Транссиб, он уже дышит наладан, потому что он просто, ну, он не может перевозить столько, сколько требует. Он же давным-давно построен, это же старинная дорога. А БАМ вот не довели до ума, потому что, гляну, на перестройка, и вроде бы дорога есть, а нету развязок, нету удобных вещей. И мы поэтому, мы не сможем никак конкурировать с этим шелковым путем. И Дальний Восток, кажется, вообще ни при чем. Он будет просто не нужен, ему особо торговать-то нечем. У нас есть просто свои там залежи драгоценные, например, на селе Хабаровского края. Все наши драгоценности, все в труднодоступных местах, все в труднодоступной тайге. Там нужны дороги, там нужны железные дороги, там нужны просто хорошие дороги, автомобильные. У нас нет уже морского сообщения со многими городами. Покращено морское сообщение в Водивосток, пассажирское до Петропавловского, Камчатка, которое было даже в советское время. Сейчас его нет. То есть, если не будет создана инфраструктура, Дальний Восток умрет. Люди оттуда, вот, уже уехало сколько там, считается, что у нас было там 2 миллиона, там, Приморье, по-моему, или не все Приморье. Ну, в общем, что-то последние там цифры, что 250 тысяч человек, да, это покинуло, вот это что-то такое мне рассказали за 10 лет, покинул Дальний Восток, и они каждый день уезжают. Чуть-чуть не по 10 человек в день есть цифры, что уезжают люди, потому что реально никаких перспектив нет ни с работой, ни с чем, ни с этим долесочным гектаром, который просто придуман для галочки, и, конечно, я не нашла ни одного человека, который его купил. Я спрашиваю, кто-нибудь купил за него сущий гектар? Нет, почему купили? Говорят, что там уже даже начали осваивать. Ну, я среди своих знакомых не нашла, то есть, купили те места, редкие места, в которых есть инфраструктура, а все остальное, что поделили, кому не нужны. Поэтому я среди своих знакомых не нашла никого. Говорили, ну, думали, думали, а что с ним делать потом? Ну, подожди, Даш, ну, ведь давай вспомним, что, в принципе, развитие дорог это одна из действительно самых важных проблем, и президент постоянно к этому возвращается. И даже сейчас собираются региональные дороги переводить в статус федеральных, чтобы, наконец-то, появились деньги, чтобы их довести до ума. Но неужели Дальний Восток, вот, которому сейчас приковано внимание, не имеет в этом смысле приоритета? Не имеет приоритета. Вот как стояла, то есть, я даже не могла представить, что из Уссурийска, что нет дороги до Хабаровска. То есть, есть дорога до Уссурийска, но нет до Хабаровска. Как же так, Водя, Восток с Хабаровском не связаны прекрасной дорогой? Недорогие находки, это как? Вы столько лет строите, что там строят для находки 100 километров, вы можете построить дороги? Китай стоит по 3,5 тысячи километров. Я понимаю, что разные ресурсы, и трудовые, и денежные. Ну, просто это же смешно. Слушай, а если нанять, я не знаю, там, ну, пригласить, в конце концов, китайский бизнес, те же самых строителей, подрядчиков и прочее? Нет, нет, строители-подрядчики будут заинтересованы на китайский бизнес, только и только в том случае, если инфраструктурный проект подлежит полностью им. А заинтересовать их, как мы уже с тобой говорили, в этом регионе совсем нечем. А чем? То есть, они, может быть, построили бы дорогу, но тогда эта дорога будет принадлежать им, и они сделают ее платной, и они захотят за нее деньги. То есть, а зачем строить дорогу у нас? Что, какой смысл? Что им за это заплатят? Нет. Они все хотят, любой инфраструктурный проект, который строит Китай, он всегда остается в его владении. Только тогда ему это интересно. То есть, получается, что вот, как бы мы сейчас обсуждаем, да, вот эту дорожную инфраструктуру, которая на Дальнем Востоке, ну, мягко говоря... Ее просто нет, да. Да, я хотела сказать, далека от совершенства, она просто отсутствует. То есть, говорить о том, вот у нас очень часто ведутся разговоры, вот Китай своим шелковым путем, но мы же, мол, типа, можем же, у нас есть возможность составить его конкуренцию. Ну, это отрезает, отрезает его очень быстро, легко у нас состоится вся отрезанная, вот эта огромная часть, так не заселенная людьми, тут она еще останется без торговых потоков. То есть, это не в пику нам, это просто интересы Китая и... Да, они делают все только ради своих интересов, это нормально. Ни одна страна в мире не будет делать ничего из каких-то понятий дружбы, любви и добрососедства. Вот мы вас так любим, да, это только Советский Союз мог такое делать. Скажи, пожалуйста, а вот этот предприниматель китайский, он-то дорогу проложил, или она там уже была, я просто ушко... Да, а там дорога уже есть, это ближайшее село к городу Хабаровскому. То есть, он выбрал не случайно именно эти два села? Конечно, этот совхоз, потому что он связан дорогой с Хабаровскими, туда ехать, и с Хабаровскими, ну, минут 20-25. То есть, асфальтовая дорога, что ему, какие проблемы? То есть, в этой части можно сказать, что китайский бизнес появляется там, где есть... Где уже возможности есть, где все есть. Электричество, вода, дорога. Ну, это, конечно, разумно, но несколько... То есть, а с какой стати приходить на пустое место и вкладываться? Зачем? Они хотят четко иметь прибыли, быстро. А как же тогда те проекты, о которых ты говорила? То есть, буклеты и прочее, прочее... Это все буклеты! Нет, ну, намерение-то, значит, есть что-то там... Понимаешь, в китайском языке нет слова «нет». Понятно. Поэтому тебе могут очень вежливо говорить всегда, что, о, да, очень интересно. Даже слово «да» тоже нет, оно такое-такое условное. Что это очень интересный проект, замечательный. Они просто, ну, вежливо, асиатское вежливость. Подожди, но разве портовые сооружения их не интересуют? Они не собираются туда инвестироваться? Нет, они, как бы, абсолютно у них свой порт, вот они свой порт, у них свои порты есть в Южно-Китайском море. Вот они планируют, чтобы из этих своих самых богатых регионов, такие как Шанхай, там, и так далее, которые находятся на море, вот у них все будет, как бы, подключено, вот, будет соединяться с Европой напрямую. Там у них будут свои контейнерные. Вот этот город Пандин, их отлично устраивает. Так, ну, ты знаешь, картинка, конечно, вырисовывается не очень оптимистичная. Совершенно грустная, я бы тебе сказала. Да, поэтому я когда уже по-честному спрашиваю, ребят, ну, где же проект это? Говорят, ну, вот маленький. Да, вот приехать в Владивосток, сделать маленький рыбный заводик, выкачивать рыбу, это всегда, пожалуйста. Это не... Замораживать, переправлять в Китай, это отлично. Вот за такие проекты они берутся. Но они нам совершенно невыгодные. Да, но, Даша, я даже не знаю, где тут у нас получается с тобой горячая точка. Наша страна, понимаешь, Дальний Восток, который совершенно в данной ситуации, в запущенном состоянии, или мифическая китайская угроза, которая... Да, вот поэтому они оттуда ушли, из Дальнего Востока, потому что они поняли, что тут ловить нечего, быстрых заработков тут не будет, быстрых выгод тут не будет. А заниматься чужой территорией, которая не является твоей, причем там нет ни плодородных почв, ни каких-то богатств особых, рыбу можно спокойно ловить и так себе заключить какую-то концессию ловить, или скупать ее. Зачем? Я не вижу, я их очень хорошо понимаю. Ты знаешь, 60 лет назад китайские политологи, которым я приехала с распростертыми объятиями, в Пекине мне очень четко сказали, у Китая друзей нет. Китайская цивилизация самодостаточная цивилизация. Она не нуждается в друзьях. У нее будут временные союзники, временные интересы. У нее есть только интересы. Оставьте иллюзии. Мы вам не друзья, но мы можем быть вам добрыми соседями. Это очень много, учитывая, что у нас самая протяженная граница. Это было сказано мне абсолютно четко. И проблема в том, что даже, например, мне объясняли люди, которые работают в бизнесе с китайцами, что наши бизнесмены совершают огромную ошибку. Им кажется, что вы же ведете бизнес, вы же почти друзья. Вот видите, как-то что-то начинает получаться и так далее. И вот дальше продолжим. А для китайцев, когда исчерпан бизнес-интерес, абсолютно четко исчерпана дружба. Они даже не поймут, почему и русские обижаются на это. Как же так? Мы же были партнерами. Ну да, были. А вот мы же там сколько водки вместе выпили. Это просто нормально для китайцев, если выпить водки при партнерских отношениях. А для наших это же как же, вот мы же друзья. А для них закончился бизнес, закончилась дружба. Потому что они совершенно, они даже не поймут тебя, почему ты обижаешься на них. То есть мы исчерпали наши отношения, а теперь мы идем дальше. И это четкая позиция. Никто тебе бросаться на шею не будет. А мы слишком по-русски эмоционально на это реагируем. Китайцы это реально не друзья, это партнеры. Это соседи. То есть такой прагматизм, да? Абсолютный прагматизм. Ничего, кроме денег их не волнует. То есть семья, деньги. Вот это две основные вещи, которые на чем стоит Китай. Вот это их волнует, чтобы у них не было горячих точек на нашей границе. Вот поэтому они нам выгодны в этом смысле, потому что они хотят иметь что-нибудь за прикрытый тыл. У них столько проблем в Южно-Китайском море, что им хорошо просто иметь нас как приятных соседей, которых граница очерчена. И чтобы у нас не было проблем на этой границе. И чтобы они знали, что тут у них, извините, прикрыта попа. Вот они дальше могут разбираться в Южно-Китайском море. У них предстоит идти в Азию. А у них идет огромная азиатская экспансия. Но вот они бы знают, что тут они, с той стороны, они прикрыты. У них тут все хорошо. Отношения хорошие. Мир, дружба, жвачка, все прекрасно. Лидеры встречаются. Ездят, какой-то бизнес идет. Все хорошо. Больше не надо. Будет интерес, тогда появится. Прагматический интерес. Тогда они появятся и будут предлагать что-то. Тут все очень четко. Именно то, что касается Дальнего Востока. Потому что видишь, как-то через Забайкальский полет шелковый путь. Он там что-то даст. Потому что Забайкалье все еще не закисло, только потому, что у них рядом, извините, Китай. Только поэтому они еще не скисли окончательно. Но, тем не менее, Даш, ведь, скажем так, российско-китайские отношения, это отношения с очень большой историей, с большим бэкграундом. И был период, когда Советский Союз помогал Китаю. Вот мы постоянно, знаешь, когда вот... Мы почему-то думаем, что есть понятие историческая благодарность. Нет его понятия историческая благодарность. Вот я как раз о благодарности и хотела спросить. Нет, мы же были дураки, да. Мы же поняли, когда лурухнул в Советский Союз, что понятия историческая благодарность не существует в принципе. Нигде и никогда. Это была наша наивность. Но есть важный момент, почему нам нужен Китай в этом смысле. У нас, когда вот говорят, ах, оставьте слова про стратегическое партнерство, это все болтовня. Нет, это не болтовня. Есть принцип, на котором мы сходимся. Очень серьезно. Принцип простой. И Китай, и Россия считают, что нельзя вмешиваться в дела суверенных стран. Можно вмешиваться с помощью торговли, экономических проектов, но мягкой силой. Можно подкупить, можно прийти с деньгами. Но ни в коем случае нельзя насильственным путем бомбить, устраивать войны, вторгаться, ставить там... Есть принцип суверенитета. Можно эту страну колонизировать птихим способом. Да, 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 да. Китай уже практически колонизировал всю Америку своими товарами. Товарами, конечно. Я вспоминаю, где-то несколько лет назад, какая-то американская журналистка или там домохозяйка, ну, неважно кто, она решила устроить эксперимент в месяц без китайских товаров. Она там, по-моему, недели не прожила. Ну, то есть, вот решила посмотреть, может ли она отказаться в этих условиях от всего, что произведено в Китае. Фигушки. Вот это вот и есть та самая... Да, вот таким способом. Они не будут воевать. Не надо воевать. У них вообще другая культура и менталитет другой. Поэтому мы тут сходимся. Поэтому, когда мы говорим России, что мы выступаем за то, значит, не вмешиваться в дела суверенных государств, если только они попросили, как-то, например, насилие, да, есть официальное приглашение президента, защитите нашу страну от иностранного вмешательства, придите к нам. В таком случае мы можем прийти. Но это только таким способом, а не способом, когда прилетели, побомбили, свергли, там, повесили, как Хусейна, там, замочили, как Каддафи. И, блин, все в хаосе. Китай совершенно против этого. Китай вообще не любит хаос. Это страна с другой культурой. Кстати, поэтому сейчас, заметьте, они стали очень сильно интересоваться военными базами. Китай, который раньше военные базы не строил, может, они поняли. Можно прийти с кучей денег, можно, значит, устроить себе предприятие. А потом у тебя придет какая-нибудь очередная войнушка, и все твои деньги отберут, и все это предприятие рухнет. Они стали нанимать людей, они стали думать о военных базах, они стали поднимать и армию. Потому что они поняли, что любой проект бизнеса, который находится в другой стране, у него должна быть гарантия военная по-своему. Или это должна быть серьезная security, или это должна быть база неподалеку. То есть, чтобы Китай мог защитить свои интересы уже с военной точки зрения, но это не то, что, имейте в виду, как Америка, мы прилетим и будем вас бомбить. Нет, что мы потенциально можем защитить свои интересы. Вы должны об этом знать, что мы не дадим, если уж мы вложили деньги, взять и просто выкинуть нас со стороны под предлогом того, что нас тут война идет, знаете, вы нам мешаете. Но наш президент, в общем, то же самое транслирует миру, что у нас, если и создается вооружение, то исключительно в целях защиты, а не наступления. На этом мы сходимся. Поэтому, когда говорят, что фраза «стратегическая партнерство» — это чушь, нет. У нас есть базовые принципы, на которых мы… И потом обе страны считают, что мир устроен несправедливо, что в данный момент надо его менять на многополярный мир. В Китае вырос не просто патриотизм, но даже в чем-то национализм. Воспитывается новое поколение, которое считает, что Китай должен занять, скажем так, место гегемона. Но не в том, скажем так, это все-таки Азия другая культура, не американская. Они считают, что место гегемона как минимум в Азии, влияние на мировые дела, которое все более растет, потому что образовался вакуум. Кто сейчас мировой полицейский? Мы в случае сейчас не можем сказать. Посмотри, как ругается сейчас Америка с Евросоюзом. У них же просто уже пошла драка на драку. То есть там уже пошли разборки, потому что Евросоюз понял, что у них полностью страдают экономические интересы. И на них давят со всех сторон. Трамп непредсказуем абсолютно. Сегодня он один, завтра другой, завтра третий. То есть кто сейчас контролирует мир? Кто может только по слову сказать, мы сказали, так будет, так будет. Нет. Такой сейчас страны фактически нет, потому что начинается такой вакуум влияния. Потому что когда был Советский Союз и было США, был нормальный двухполярный мир. Там можно было сбегать, пожаловаться или тому, или другому. Да, то есть это там настучало, это сюда настучало. Или кто-то тебя возьмет под свою руку. И это давало баланс миру. Это было, кстати, время Холодной войны было едва ли не самое спокойное время за всю историю человечества. Потому что были локальные войны, но они более-менее контролировались. А сейчас мы переживаем, вон, весь Ближний Восток пылающий там и так далее. То есть чего только нет. В общем, вошли в зону турбулентности. Вошли в зону турбулентности. И поэтому многие, к сожалению, к этой Холодной войне, потому что она была холодной войной. И был баланс сил. А сейчас Китай хочет занять место, хочет многополярного мира, где будет он играть одну из важнейших, а может быть даже главную роль. А для нас есть в этом опасность? Ну как опасность? Если мы сами не будем сидеть дураками, так, в общем-то, вполне... Это не столько опасность. Понимаешь, Китай по-другому устроен. Он не несет... У него нет миссианского настроя. Американская культура – это миссианская культура. То есть мы самые лучшие, мы исключительные. И вы должны жить, как мы. Да. Китайцев вообще, знаешь, по барабану, кто как живет. Их интересует бизнес, деньги, значит, благополучие и спокойствие государства. Это расширение экономического своего влияния, влияния на весь мир. Их идеология не волнует. У них нет навязчивой идеи американской, что мы сейчас вас сделаем такими, как мы. Мы правильные. Вы должны быть одеты, как мы. Есть Макдональдс. Вы должны, значит, говорить о демократии, принимать гей-сообщество. Вы должны, значит, там... То есть вся эта дрянь, которую тащат с собой по всему миру и пытается внедрить, значит, Америка, совершенно не свойственно Китаю. Чем Китай в этом смысле приятнее? Потому что они абсолютно равнодушны к твоим убеждениям или, там, к твоей идеологической базе, или о чем ты думаешь, не вмешиваются в твою, скажем так, личную жизнь, твое личное пространство. Слушай, вот это, кстати, очень важно, то, что ты сейчас говоришь, потому что я вот всегда удивлялась, думаю, ну как же вы, смотрите, есть же абсолютные для нас понятные вещи. Нам кажется, что наши друзья, там, те, кто нас поддерживают, должны сказать, да, Крым российский, да, там, еще что-то. А вот сейчас я думаю, а должен ли был это делать Китай? Китай даже никогда этого не сделал. Потому что у него есть проблема Тайваня, у него есть проблема, он, то есть при всей, при всей, как бы, хорошей, у нас суперхорошее отношение сейчас, при всем этом он никогда этого делать не будет. Он стоит на своем принципе и все, точка. Есть, собственно, Китай, а вот у нас Тайвань-то брали, они как за Гонконг долго, они его вернули обратно в свой Гонконг, понимаешь, вот это мое, это мое. И поэтому очень четкая, четкая позиция. Поэтому они стоят в позициях, они по-своему правы, что, как бы, слушай, а как им удается вот все-таки поддерживать более-менее комфортные отношения с Америкой? Америка полностью от них зависит. Все торговые войны, которые сейчас организуют Трамп, это все просто блошиные укусы, потому что это абсолютно, они полностью зависят от Китая в экономическом смысле. Это уже ясно, что они будут ставить какие-то базы, могут протестовать американцы. Если бы это было бы, например, 30 лет назад, уже давно прилетели бы и разбомбили бы, к чертовой матери. Они даже ни о чем бы вообще бы не думали. Даже как видно, насколько слаблая американская империя, если мы смотрим на Северную Корею, то там бы сравняли все с землей, как только первые какие-то попытки были бы. И ни с чем бы не поступились бы, что там может быть заражение, что-то еще. Абсолютно. А сейчас они вроде как летят на какие-то переговоры. Которая, не понятно, чем закончится. Что Трамп с каким-то маленьким лидером какой-то крохотной Северной Кореи вдруг должен лететь на переговоры. Это даже невозможно представить себе 30 лет назад. Великая Америка идет на переговоры, лично летит на переговоры, не у себя принимает где-то в прихожей, а готова на нейтральной стороне встретиться с президентом какой-то маленькой Северной Кореи, бедной, нищей. В общем, не та уже Америка. Конечно. Вот из-за этого вакуума власти и у нас вылазит Китай. Совершенно логично. Ну, чтобы представить себе, простой ответ на такой вопрос. Люди говорят, нам нужна хотя бы морковка. Мы, конечно, ослы, что мы здесь живем еще до сих пор. Любому ослу нужна хоть какая-то морковка. Коммунальные услуги гораздо дороже, чем в Москве. Все продукты питания гораздо дороже, чем в Москве. Лена, понимаешь, мне хочется плакать в автобусе, потому что платный проезд для всех инвалидов, пенсионеров и так далее. Но как в такой ситуации, где маленькие зарплаты, высокие коммунальные услуги, тяжелый климат, где все так тяжело и непросто? Вы что, не можете бесплатный проезд сделать людям, пенсионерам, инвалидам, старикам, ветеранам войны? То есть им компенсируют 10 поездок на автобусе. А старушкам нужно, извините, то на рынок, то туда. Они не могут передвигаться. Им нужно, они как минимум 2-3 поездки в день делают на автобусе. Что такое 10 поездок, разделено на 2? Это 5 дней. То есть вот ты знаешь, это вот такая типичная сцена в хабаровском автобусе. Вот стоит она бедная и ищет эти там 25 рублей, чтобы заплатить кондуктору. А ей все не хватает. И люди уже привычно достают кто рубль, кто два, и просто дают этим старикам, или еще зная, что просто не выживут. Скажи, кто останется в таких условиях? Длительные зимы, жарко-мучительное комаринное лето, наводнение. И при этом нет бесплатного образования. Должно быть бесплатное образование. Трудоресочники говорят, сделайте нам бесплатное образование. Ну как это нет? Подожди, у нас во всей стране бесплатное образование. Ну как уж у нас бесплатное образование? Ну так. У нас есть просто квоты на бесплатное, на бюджет. А, ты имеешь в виду высшее образование? Высшее образование, сделайте бесплатное высшее образование. Сделайте бесплатный проезд в транспорте. Только что вчера, он вернит, вот когда была на днях прямая линия с Путиным, кто пополнял вопрос о ценах на билеты на Дальний Восток? Сейчас вот все кричат, почему такие цены на билеты? Страна, это должны быть дешевейшие билеты, это были самые дешевые билеты на Дальний Восток. Они должны быть связаны со страной. Всяческими способами. Потому что они не должны быть отрезанным куском и никому не нужными. Они чувствуют себя такими. Это при том, что там местный патриотизм очень высок. Все говорят, вот они будут сепаратизмами. Никакого-то сепаратизма нет вообще. И никто никогда не думает, мечтает, типа, уйти в Китай. Нет такого. Люди патриоты, но они устали мучительно жить в таких условиях, в которых денег нет, цены на все выше. Нет никакой морковки, нет бесплатного. Самое трудное это жилье. Нет жилья. Подожди, подожди, Даш. Мне хочется вот поскольку ты коренная их и Боровченко, скажи, пожалуйста, а так вот в Советском Союзе как? По-другому было? Или это по-другому? Если там жилье выдавали, у нас был коэффициент, у нас был зарплатный коэффициент, нам по-другому зарплаты гораздо выше, чем в Москве, чтобы это была та морковка. Как люди приезжали на Дальний Восток? Потому что там были выше зарплаты, длиннее там отпускные дни, там легче было получить квартиру. Строили быстрее, потому что это... То есть людям нужны жилищные сертификаты. Как молодежь будет оставаться сегодня? Нет никакого... Не на что купить. Здесь квартиры дороже, чем в Москве. Есть смысл вообще оставаться в Дальнем Востоке? Слушайте, а почему они дороже, чем в Москве, если у людей нет покупной способности? Да, нет квартир. Вот это постоянная проблема. Там нужны жилищные сертификаты. Должны быть дешевые кредиты для молодежи на все, что можно. Понимаешь? Бесплатный проезд хотя бы в транспорте, это уж совсем... Это совсем спешит. Хотя бы для старых людей. Бесплатное высшее образование. Далее. Что происходит? Дальний Восток. Ничего нельзя сделать, потому что на Дальнем Востоке у нас все... Любой проект должен уйти в Москву, а потом вернуться обратно. Деньги все размазаны манной кашей по всем федеральным министерствам. Люди задают простой вопрос. Почему нет вице-премьера по Дальнему Востоку со своим федеральным бюджетом, который будет распространя... Вот он будет решать. Да, там сидит полпредпрезидента. Что он может сделать? Да, его называют государевого ока. Он может поругаться, сказать, что вот здесь плохо, тут плохо. А дальше что? Нужен вице-премьер с полномочиями именно по Дальнему Востоку со своими деньгами, где не надо на каждый проект выпрашивать у Москвы по остаточному принципу дайте нам на это, дайте нам на то. Не надо каждый раз решать все вопросы только с Москвой. Это же безумие какое-то, потому что ничего нельзя решить, пока Москва не скажет да. О Москве это все очень сверху красиво говорится, что Путин сказал, что Дальний Восток нас крайне важен. А все спускается в бюрократию, кому он нужен. И поэтому люди говорят, почему нет резиденции, у нас это Тихоокеанская Россия, почему нет резиденции президента Путина, нет резиденции президентской, как в Сочи на Дальнем Востоке, где бы он принимал бы своих азиатских гостей, построить такую шикарную резиденцию, где бы и ввел переговоры бы там, там было бы и свое лобби, и свои люди, и он бы понимал проблемы, потому что он постоянно бы прилетал бы туда. Надо встретиться с китайским президентом, пригласил его на Дальний Восток встречаться, а не в Москве или не в Китае. И в Сочи. Или в Сочи, что совсем. То есть в Сочи есть резиденция, а тут такая огромная территория, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет резиденции президента. Это тоже, это тоже то, что мне говорят люди о том, почему Дальний Восток будет дальше и дальше прозябать, потому что никаких перспектив, что это все, это просто слова, которые мы слышим, красивые слова. Ну, дай Бог, что вот действительно построили хотя бы мосты в Вадивостоке и дорогу. Это все, что я увидела, какие-то улучшения. Других их нет. Даш, но возвращаясь к началу нашего разговора и, собственно, к вот этой мнимой экспансии со стороны Китая на Дальний Восток, скажи, пожалуйста, но тем не менее, вот можно сказать, что Дальний Восток все-таки поднять можно. И если да, то с чьей помощью или что нужно сделать? Вот какие... Поднять его можно, вложившись в инфраструктуру, дав людям льготы, серьезные льготы как-то в советское время давали. То есть когда дешевые билеты на самолет или, например, раз в год бесплатный проезд в Москву, чтобы для каждого жителя, для каждого жителя, только иметь правду, чтобы иметь право от ребенка до, не знаю, до старика. Бесплатное высшее образование. То есть дать им льготы, чтобы удержать их на местность. Население бежит. Дать льготы тем, кто приезжает, кто готов приехать. То есть это должны быть реально подъемные, что называется, деньги. Должна инфраструктура, в которую нужно вложиться, а мы никак не можем в нее вложиться. И при этом надо привлекать Китай. Вот будет инфраструктура, будут люди, пойдет Китай, потому что без интеграции с Китаем, практически все политологи на Дальнем Востоке сказали, без интеграционных процессов с Китаем, богатейшим рядом с нами, маленькими или большими, Дальний Восток не поднимется. Ну, то есть можно сделать вывод, который напрашивается сам собой, что Китай, вот возвращаемся к первой части, Китай появится там, где ему будет комфортно. И ему выгодно. Где чистая прибыль? Ну, сначала комфортно, выгодно, да, и дальше он готов будет вкладываться, это уже будет на общее благо и одной страны, и другой. Ну, то есть не то, что это будет на общее... Как бы с китайцами нужно содержать ухо в остро, то есть они всегда будут, всегда будут искать свою, прежде всего, выгоду. Но и наш бизнес должен идти в Китай. Если наш бизнес не пойдет, наш бизнес не хочет доходить до Китая. Нам нужно учить языки. Дальний Восток это уже понял. И люди учат языки на всех уровнях, даже детей, где посылают специально в детские сады Китая, в маленьком возрасте, у кого есть деньги. Потому что понятно, что надо организовывать торговлю там, что нужно регистрировать наши марки, огромный рынок. А мы на этом рынке не присутствуем. Мы просто не присутствуем. Вот в чем проблема. То есть уже... Вот я все перспективы рисовала, и туризм, который страшно дают китайцев. Прежде всего, продукты питания. Это колоссальный для нас рынок. Просто для всех, от молока до всего чего угодно, до молочных смесей, до конфет, до шоколада. Но мы всегда предпочитаем, чтобы к нам приехали, купили оптом. После этого у нас ничего не остается. Они скупают наши марки, делают все по-своему. Нужно организовывать розницу. Нужно идти в Китай. Мы должны идти в Китай. Сами. Наши производители. Потому что терять такой полуторамиллиардный рынок, на который со всякими продуктами населилась Европа уже, это глупо. Ведь она-то у нас под боком. И они нам в качестве экологии доверяют. Вот, мне кажется, те пути, по которым можно спасать Дальний Восток. Дальний Восток. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...